Здравствуйте! Как всегда, по пятницам мы читаем «Правду Севера» с вами газета на ТВ. Год литературы с добролюбовкой. Так называется рубрика, которая не так давно появилась на страницах старейшего областного издания «Правда Севера». Неизвестные имена северных писателей, неизвестные факты о популярных авторах. Что ждет читателей? Об этом мы говорим сегодня с главным редактором «Правда Севера» Светлана Илоченко и заведующей отделом «Русский Север» библиотеки имени Добролюбова Еленой Тропичевой. Светлана Николаевна, Елена Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Год литературы с добролюбовкой. Эта рубрика не только рассказывает о писателях, но и в этой рубрике публикуются произведения этих писателей. Почему вы приняли решение создать такую рубрику? Наверное, я начну, потому что решение принимает редакция, разумеется. Но у нас идея была именно в библиотеке Добролюбова. Мы собрались в кабинете Ольги Геннадьевны Степиной, пришла Елена Ивановна. И была такая идея, мы сотрудничаем очень хорошо, это наши партнеры, друзья, и была идея сделать какой-то совместный проект. И именно библиотека Миндобролюбова предложила вот такой формат. Он нам показался самим интересным. Вот когда самим интересно, тогда и читателю интересно. Потому что столько всего того, чего мы не знаем, и то, что лежит под спудом, но это вот такие драгоценности, не побоюсь того слова. И у нас уже вторая подача. И поэтому мы очень рады, что она появилась. Но, наверное, о самой рубрике, о самом наполнении, может быть, Елена Ивановна скажет более подробно. Да, Елена, что идут читатели и для кого эта рубрика? Ну, конечно, она для жителей нашей Архангельской области. Хочется сделать такую преамбулу. Литературная палитра нашей области очень яркая. И там очень много ярких имен, которые известны далеко за пределами нашего края. Надо напомнить нашим зрителям, что год литературы очень счастливо совпал с юбилеем Федора Абрамова. Но есть имена вот в этой палитре малоизвестные, но немало высокохудожественные. То есть есть ряд имен, которые или рождением связаны с нашим краем, или судьбой. Судьба, кстати, к ним тоже не всегда была благословна. Она была очень к ним жестокая, и поэтому их талант не смог развиться так, в той мере, какой он подавал надежды. Это ряд людей, которые невольно попали в нашу область, в наш край, да, ссыльные. Это писатели, уроженцы нашего края, кстати, их много шинкурян, удивительно, вот мы уже представили одного шинкурского писателя, вот следующий у нас второй будет шинкурский писатель, да, с несомненным талантом. Но репрессии, эмиграции, они прервали их творческий полет. Да, я хочу сказать нашим телезрителям, что мы сейчас говорим об Александре Зуеве, писатель, рассказ которого опубликован как раз в свежем номере газеты «Правда Севера». И мне бы хотелось, с вашего позволения, зачитать небольшой отрывок из этой статьи, как она начинается. Биография Александра Зуева во многом была биографией века, и, как писал Сергей Бороздин, удивительно точно совпала с его творческим лицом. Его жизнь родила все его книги, а его книги — своеобразная биография его. Вот как происходит отбор материала? Обязательно ли биография писателя, либо произведения этого писателя должны отражать эпоху? Либо есть какие-то другие критерии того, попадет материал в рубрику или нет? Первый критерий — это малоизвестные. А второй критерий, я уже сказала, немало — высокохудожественные. Это могут быть очень разные люди. Это могут быть и уроженцы, это могут быть люди, чья судьба просто связала, вольно или невольно, их с севером. Но самое главное, чтобы творчество их было высокого уровня. Ну вот «Государев диван» действительно непростое произведение, скажем так. Оно написано в 1927 году. Написано человеком, который через 10 лет по доносу будет арестован, которого ждут лагеря. Это все тоже, кстати говоря, об этом говорится в статье. Ислана Николаевна, как Вы считаете, не опасно ли было вот такой непростой материал помещать в газету? Ведь это же не развлекательная статья, даже не информационная. Катя, я хотела бы уточнить, не опасно... Когда размещать его? В наше время, когда мы достаточно привыкли к легкому чтению. Вы имеете в виду слово, может быть, опасно, может, не совсем точный термин. То есть имеется в виду, будет ли востребовано это читателем в этом плане, да? Вы знаете, вот этот жанр, в котором написано «Государев диван», он очень такой непростой, потому что это не рассказ в чистом виде. Филитон ближе к филитону. Да, 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 я хотела сказать. Это что-то ближе к филитону. И когда у нас вчера была планерка, и у нас сидели много как раз студентов, практикантов, я как раз говорила о том, что вот ушедший уже, к сожалению, жанр филитон. Он настолько сложный, этот жанр. Иногда там люди над чем-то поизгаляются и уже называют филитоном. Здесь вот настолько филигранно все сделано, настолько удивительно точно передано вот это состояние эпохи, и он неоднозначный. Там все вот неоднозначно в каких-то оценках. Когда читаешь, думаешь, вроде как бы все понятно, а потом он какие-то повороты делает. И это, в принципе, где-то ближе к публицистике, то есть на грани публицистики, художественного рассказа. Поэтому он достаточно газетный, и это вообще какой-то новый опыт вот такого чтения. Это очень интересно. Я думаю, что читатель, просто обычный читатель, который читает нашу газету, просто с интересом его почитает, потому что он читается интересно, хорошо, легко. И там, вот знаете, есть кусок, как у Маркеса времени, как раз об этом застрял кусок времени. Можно буквально туда окунуться и ощутить это время со всеми вот этим его борьбой и справедливостью. И которая оборачивалась вроде как и все справедливо, и колоссальной несправедливостью, и страхом, и триумфом. И вот это все переплетено. И он на очень коротком таком куске, да, вот бумаги, скажем так, это все было решено. Да, это очень талантливый человек, и безусловно, то, что мы мало знаем о нем, или кто-то вообще никогда не знал, не слышал, это несправедливо. И вот сейчас справедливость восторжествует. Я еще хочу добавить, если можно, да, мы Архангельская областная библиотека с 2006 года издают «Северево». У нас такой есть издательский проект «Северная библиотека», и несколько лет назад мы выпустили сборник, посвященный Зуеву. И вот эта публикация, да, вот она, может быть, напомнит, и есть куда обратиться теперь во всех публичных массовых библиотеках, если так и не гадит. Куда? Вот в целом, прочитали статью из этой рубрики, понравилось, понравился автор, захотелось прочитать еще, что делать, куда бежать, давайте дадим. В библиотеку. И не только в Добролюбовку, что касается Зуева, во всех массовых библиотеках, в том числе и в муниципальных районах, есть эта книга, которую выпустила Добролюбовка. И, естественно, все эти малоизвестные писатели, они опубликованы, и в Добролюбовке можно найти их книги. Да, но не в той мере, как можно найти вот этого писателя. Потому что мы не все еще издали. То есть газета «Правда Севера» публикует действительно уникальные материалы. Да. И, вы знаете, мне не хотелось бы говорить каких-то сейчас очень громких слов, но сейчас возвращение, да, может, он не сильно и пропадал, этот интерес к чтению, но где-то немножко мы говорим о том, что, ну, ясно, развитие интернета, это уходит иногда где-то на второй план. Вот это государственная задача. Я в таком, не в буквальном смысле слова, что вот там год литературы, а в таком, на самом деле, глобальном, потому что будет у нас, насколько мы будем жить, насколько у нас государство будет процветать, все это очень взаимосвязано. экономика, сознание, развитие и чтение прежде всего. И поэтому очень важно то, что у нас есть такая возможность, это такая социальная задача, то, что у нас есть партнеры, с которыми нам просто очень интересно работать, и мы многое сами узнаем и открываем для себя, то есть это очень хорошая такая работа. И очень надеемся, что читатель это оценит, и читающих людей станет, может быть, чуть больше, я имею в виду молодых людей, которые что-то для себя еще не успели открыть и увидеть. Ну, на самом деле, это прекрасно, что средства массовой информации возвышают читателя до какого-то уровня, дотягивают, а не притягивают вниз. Вы знаете, хотелось бы в это верить, и снова же в партнерстве с библиотекой, которая там действительно кладезь, но там надо тоже понять в этом кладезе, забраться по полочкам, потому что можно прийти, как и не понять, не увидеть. И поэтому нам бы вместе хотелось как-то стать в этом плане. Путеводителем. Да, таким путеводителем, да, и, конечно, прежде всего, чтобы возник интерес. Как вы думаете, эта рубрика полюбится читателям? Очень бы хотелось. Мы надеемся на это. Мы надеемся, потому что, вы знаете, все равно есть какие-то ценности, они, ну, вот вечные, снова же, вот правда. И чтение, оно никуда не денется. Это наша культура, огромная часть нашей культуры, неотъемлемая. Но снова же надо это поддерживать, чтобы это горело, надо подбрасывать в этот огонь, и мы будем стараться это делать. Светлана Николаевна, Елена Ивановна, спасибо большое, что были сегодня с нами. Спасибо. Шопенгауэр называл газеты секундными стрелками истории. Следите за ними и не упускайте ни одного момента. Вместе с газетой на ТВ увидимся с вами в следующую пятницу в 17 часов на телеканале ПС и интернет-портале Правда Севера. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова